Всем привет, с вами Роман Раскольников. Сегодня я буду проходить игру под названием Condemned Crime Origins, что в переводе на русский означает осужденный криминальное происхождение. Так, нам нужно найти тело. Так, в прошлой серии мы на этом остановились. Так, я искал выход. Выход, наверное, вот здесь вот. Ну, в смысле дверь, и там и рядом выход написано. Но это нифига не выход, там наверх поднимаешься. Да, вот. Вот почему я его выходом называл. Так. Тело где-то здесь находится. Так, здесь ничего нет. Аптечка. Так, мы приближаемся. Какой-то из кабинок, наверное, находится. Так, я даже, кажется, предполагаю где. Так, ну да, всё верно. Так. Обыщите раздевалки, чтобы найти улики. Пусто. Пусто. Так, тоже пусто. Пусто. Подождите. А-а-а. Стоп, это что, выждевалка что-то? Кресло стоит. Так, здесь пусто. А вот здесь... Манекен. Изображение получено. Ну, что у нас здесь? Сцена кукольника? Но она не совсем верна. Похоже, у нас здесь труп мужчины и манекен-женщины. Точно отличается от нормальной. Ну, не совсем нормальной. Томас, сфотографируй лицо жертвы. Да, без проблем. Форма и цвет лицевой отметины совпадают со следами краски на всех мужских манекенах предыдущих сцен кукольника. Но это странно. Томас, сфотографируй правую руку, можешь? Да, да, у него отсутствует правый указательный палец. И это не выглядит недавней потерей. Это кукольник. Но он точно не мог убить сам себя и обставить все в таком виде. Посмотри, что еще ты можешь найти. Так, нашел. Следы... А, я думаю, это следы удушения. Черт. Никаких следов ДНК. Убийца, наверное, был в перчатках. Но кое-что есть. Что это? Пока рано говорить. Маленькие частицы, которые, вероятно, являются органическими пестицидами. Я продолжу изучение образцов и посмотрю, что получится. Так, а я думал, нам придется с полицейскими сражаться. Короче, этот полицейский... Ему, скорее всего, дали задание, потому что... Знали место расположения Томаса примерно. Он пошел сюда, чтобы найти Томаса. В итоге, его обнаружат мертвым. И, скорее всего, его повесит... Этот труп на Томаса. Те два полицейских уже висят. Хотя он и не подстрелил. А сейчас они... Томаса, Томаса, ты здесь? Да. И второго полицейского. Уже четыре полицейских на счет, скорее всего. Повесят. Стоп. Это я разбил витрины, или кто-то стрелял из пистолета? Если кто-то стрелял из пистолета, то он довольно-таки метко стреляет. Так. Так. Там полицейские за дверью. Они что, в оцеплении взяли, что ли? Статья повествует о серийном убийце, который был в твоем списке дел. Было упомянуто 9 имен, из них 7 было перечеркнуто в каждой статье черным маркером. Не были перечеркнуты лишь кукольник и палач. Все дела с перечеркнутыми именами были закрыты. И теперь можно вычеркнуть кукольника. Подожди, ты считаешь, что кто-то убивает серийных убийц? Он что, убивает убийц, а потом вычеркивает их имена в своем маленьком персональном дневнике? Это звучит нелепо, да? Да, но все сходится. Это почти имеет смысл. Подожди. Агент Томас, выходите! Да, черт, Роза, и я тебе перезвоню. Так, ладно. Но здесь ружье мне не понадобится. Так, убегаем отсюда. Беги, да, беги отсюда. Мне вон там кто-то дверь открыл. Сразу же сломал. Тихо! Вот же блин. Капец. Не ожидал то, что меня окружит. Блин, надо было сохраниться. Короче, это когда я замах делаю. Стекла бьются. Так, аптечек здесь нету. Похоже, что нету. Так, тут у нас есть еще монтировка. Не знаю, ружье взять, наверное, лучше. Хотя, может быть, и монтировка в будущем нам пригодилась, но я ее не буду брать. Монтировка реально там нужна была. Он, наверное, просто дверь не мог открыть, из-за того, что монтировки не было. Так, ладно, давайте отсюда попробуем убежать. Ай, блин. Так, ну тут разная статистика. Любимое оружие — кувалда. Три птицы всего лишь нашли. Ни одной из металлических чтений нашли. Две награды заработали. Бронз из-за ступор птиц в главе 5. Так, ладно, продолжаем. Итак, внутренний доклад номер 991. Один источник наших бед. Резюме. Было обнаружено, что... Так, было обнаружено, что на людей произошло такое же воздействие, как и на птиц, ссылаясь на сообщения из местных больниц о необычных отклонениях мозговой деятельности у больных. Те, кто предрасположены к насилию, быстро переходят к состоянию психозы, и у них появляются признаки галлюцинаций, одержимости и паранойи. Тем, кто предрасположен к насилию. То есть главный персонаж предрасположен к насилию, и у него... возникают галлюцинации. Да. Ты собирался мне перезвонить? Прости. Итак, отпечаток пальца со станции метро и след ботинка не кукольника. Это другой парень. Так это... палач? Подозрительно. Не похоже на почерк палача. Подумай об этом. Последнее убийство в каждом из твоих дел оказывалось таким же, как и предыдущее. Этот парень убивает убийц тем же способом, которым они убивали своих жертв. Он как убийца убийц. Серийный убийца Икс не из твоего списка дел. Этот серийный убийца Икс убивает серийных убийц. Он убивает их, используя их же методы. Если палач все еще на свободе, что у нас на него? Довольно отвратительные вещи. Он похищает людей, мучает их, затем отпускает и охотится на них. Он доводит людей до суицида, так что фактически он не убивает их. К чему катится этот город? Мне нужно найти палача и спасти его задницу, чтобы его не убил новый убийца. Такова жизнь агента. Да, но вообще-то я больше не агент. Прости. Смотри, как ты понимаешь, я не могу достать для тебя досье из бюро на палача. Но мы можем найти общественную информацию, и у меня есть еще кое-что, что ты должен увидеть. Ладно. Но мне слишком опасно приходить в бюро. Может, встретимся в городской библиотеке? Знаешь, там раньше был пожар. Все закрыли на ремонт. Точно. Там бардак, но должен быть хотя бы один рабочий терминал или два, и никто не узнает. Можешь встретиться там со мной через 15 минут? Я буду там. Так, значит, нам нужно отправиться в библиотеку. Опять у меня нет оружия. Значит, монтировка нам особо-то и не нужна была. В самом конце. Значит, не зря я взял дробовик. Так, а он хотел трубу выдернуть. Ой, блин, зачем я? Я использовал зря аптечку. Серебряный значок детектива. Пахтишь! Ты что сделал? Меня к этой стенке, причем, примагнитило. Вот психопат. Да блин. Так, надо добить его. А, кстати, да, реально, я хотел сказать, что там во время стартового ролика начального видно было двух птиц дверкой драться. Ну, в принципе, такого оружия я еще в руках не держал. Было похожее в виде знака, но это дверка. Знак, по идее, тоньше, чем дверка. Кстати, тут мужик, который сломал стенку, пытался меня душить. Ах ты ж. Он открыл мне... Пошел нахуй. Так. Не, ну вот сейчас мне не помешало бы подлечиться, но лечиться нечем, конечно же. А вон, есть чем. Револьвер. С пятью патронами. Так, все, отлично, здоровье восполнили. Так, вот та самая дыра. Ха, дверь теперь открыта. Так. Опять кто-то дверь ромал. Ах ты ж. Хороший патрон отратит. Мы получаем сообщение о вспышках насилия рядом с твоим текущим местонахождением. Черт, это копы. Тебе нужно убираться оттуда к черту. Я только что слышал, как кто-то перезарядил дробовик. Ээээ, что? Это он перезарядил дробовик? Это что такое? Взять изогнутая арматура. Так. Металлическая часть. Кстати, а это он метнул арматуром? Вот, металлической арматурой. И она в стенку влотнулась. С какой силой это он ее метнул? О, птица. Этот уровень будет коротким. Потому что я уже три птицы нашел. Довольно закороткий промежуток времени. Ладно, вы тут делитесь. Полицейский дерется с... Ах ты ж! Так, четыре патрона. Так, а мне сюда надо или как? Реально сюда. Значит, та дверь закрыта. Револьвер. Стоп. А, это мой револьвер. Нет, это не мой револьвер. Так, револьверсор на меня не увидит. Просто патроны не хотел тратить. Это полиция. Вставайтесь немедленно. Да отвали ты. Патрульные машины в пути. И применят силу. Так, ладно, пускай друг с другом дерутся. А мне нужно оружие найти. Еще полицейские приехали. Так, теперь меня кто-то стреляет. Так, это уже полицейские стреляют. Или нет? Ружье, отлично. Так, стоп. Это сверху, блин, полицейский стреляет, походу. Это полицейский был ли кто? О, теперь мне дверь открыли. Отлично. Так. Так, я щас опять покачусь. Он пропал на секунду. Я в библиотеке. Где ты? Роза, тихо. Эй, Смитти, Джонсон, подождите. Роза, ты еще здесь? Очень немногие люди могут сказать мне, чтобы я заткнулась и избежать неприятностей. Извини, я скоро буду. Поспеши, у меня такое чувство, что я здесь не одна. Так, я же сказал, короткий уровень будет. Так, ладно. Три птицы нашли. Причем мы еще три птицы где-то не нашли. Три птиц. Еще две металлические штуковины, блин, эти предметы. Так, любимое оружие, помповое оружие. Потому что тут на уровне много помповых оружий валялось. Так, ну ладно, продолжаем. Так, рапорт номер 403. Полицейская волна преступности. Резюме. Статистика показывает значительное повышение уровня преступности среди правоохранительных органов. Мелкие правонарушения среди полицейских увеличились на 64%. А бытовое насилие на 114%. Хотя полный рапорт еще не готов. Это повышение повлияет на борьбу полицейских с последней волной преступности. Субтитры создавал DimaTorzok Так, найдите розу. Я сейчас нахожусь в библиотеке. Так, тут кто-то кого-то ел. Они уже в ганнибалов что ли превращаются. Так, у меня нет оружия. Нам срочно нужно найти оружие. Блин, всякие предметы в качестве. Требуется монтировка. Там он телевизор. Серебряный этот значок полицейского. А, так это типа книги. Упакованные в полиэтилен. Я сначала не понял, что это такое. Это книги? Так, а я оружие до сих пор, кстати, не нашел. Опять монтировка требуется. Монтировка где-то. Где эта монтировка-то? Так, нам туда? Наверное. Так, стоп. Я отсюда вот пришел. О, птица. А оружия до сих пор нету. Скорее всего, монтировка это и будет моим первым оружием. Так, вот это лифт. Но мы, скорее всего, сюда вернемся по-любому. С монтировкой уже. Так, куда едем? В подвал? Тут, в принципе, выбор-то небольшой. Либо первый этаж, либо подвал. Но мы находились уже на первом этаже. Так, вот опять Глюкио. Начались его персонажи. Потому что он предрасположен к насилию. Как говорилось в рапорте. Потому что галлюцинации видят только люди предрасположенные к насилию. Ты где это оружие-то? Ну, судя по тому, как он добивает их, врагов своих. То, в принципе, да. Он тот еще маньяк. Ничего нет. Вообще ничего нет. Хотя, в принципе, можно было стул в качестве оружия даже использовать. Всякую фигню, блин, используют. Арматуру. Даже ножку отрывают. Стола. Нельзя драться, шоль? Где оружие-то? А если на меня сейчас кто-нибудь нападет? Томас. Томас. Сюда. Это, возможно, не самая лучшая идея. Бездомные наркоманы здесь поселились, и они не выглядят дружелюбно. Иди сюда. Я хочу тебе кое-что показать. Я использовала свое служебное положение и навела небольшие справки о тебе. Я нашла эту папку в твоем дополнительном личном деле. Откроете папку ФБР. Ну и что это? На твоем последнем обследовании они обнаружили несколько аномалий. Для начала, плотность твоих костей и мышц запредельная. У тебя репутация силача, но кто знает. У тебя также гиперактивная сиротоэнергетическая система мозга. Что это означает? Я понятия не имею. И, наконец, здесь лежит отредактированный рентген и снимок твоей грудной клетки. Отредактированный? Да. Прямо там, где пищевод и гортань, кто-то затемнил рентгеновские снимки и оставил заметку. Смотрите, субъект ПЕР-56. ПЕР-56 это специальное приложение к персональным данным. И твое проходит под грифом черный. Это высший уровень доступа, которого нет ни у тебя, ни у меня. Наше правительство очень заинтересовано в тебе. Я не знал. Ну, теперь знаешь. Может быть, мне не следовало тебе говорить, но что сделано, то сделано. О, я также оставила для тебя кое-что на столе. Популярная модификация для стандартного электрошока. Ну, спасибо. А, так это все, что она объясняла, можно было смотреть. Просто этот дождиком питался, вот и пищевод... Пищевод крыльчерно закрасили, потому что там... Язва желудка. Господи, Томас, ты в порядке? Ты выглядишь, как будто увидел призрак. Пошли, давай закончим это. Эти стервятники ищут части на продажу или просто все разрушают. Нам нужно найти терминал, который не поврежден. Похоже, кто-то оставил ключ в замке. Ты обыщи этот офис, а я смотрю, вон тот. Ищи рабочий компьютер. Так, ладно. Ну, ладно, думаю, нам нужно завершить серию на этом. В следующей серии я продолжу исследовать библиотеку. Так, оказывается, уда. Теперь у меня хотя бы оружие есть. Ну что ж, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Пока.